на эту штуку лучше не нажимать это вот атака наебство дверей сделано специально там как глеб рассказывал но разработчик один из разработчиков этого мода его доставал один чел постоянно сделай стоп кран сделаю а сделал анимацию стоп крана сделал анимацию стоп крана но вот он и сделал анимацию стоп краны на человек с юмором где ты все автоматы щелкаешь или какие-то нет определенные которые мне говорили которые в реальной жизни отключают с левой стороны в все левый самый левый верхний самый левый чуть ниже потом 3 3 3 сверху два автомата левые и нижний аварийку это я просто так пробую аварийное освещение что я грех про сообщение к нему не ну я так по рп чеки по симуляции самое прикольное это когда ты знаешь состав вот так вот оставляешь у на карте да это принципе разрешено только админом и могут это чисто физически только админы потому что когда игрок выходит его состав удаляется я люблю на каждом вагоне включить стаичный тормоз а если потом какой-нибудь нубик зайдет захочет поехать и у него будут проблемы не сможет этого сделать ибо не каждый догадается проверить стали ай что теперь вопрос где промежутках стояночный тормоз сейчас покажу здесь в депо контактный рейт все-таки есть а ну да как же еще гв нужно вырубить разговор вот иди сюда ко мне иди сюда к первому вагону с левой стороны вот белый этот дерни его на мушку нажми на виде реверси 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 вкой о гв где-то в этом салоне спрятан вырубай гв вырубил да так мы не пробились стояночный смотри на пассажиры на смотреть что нет вниз это включили выключение вниз это включено я тебе говорю я их выключал уже всех ты гв выключал да а мы значит включаем их короче не суть я забыл в каком положении они включены в каком выключено здесь не подписаны ты когда выключала ни в какое положение перемещались вверх а я значит я включил опять короче в бок они выключены на втором фагоне и выключил это вы видите здесь башка мужика торчит сквозь поезд спасибо стоп кран за это это труп машиниста это это труп машинист да ладно стул да его не видно он все время с нами ездил что ли не квадрат да похоже охуеть надо вытащить его или пускай будет так пасхалка так 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 распределители не выключается тут вообще выключаются не понятно что они реализованы вообще когда в каких ситуациях они выключаются в данном случае честно говоря не знаю я даже не знаю нужно ли в депо вырубать так как то мне изменил маршрут на 20 подробнее чего пойду я спать уже блять все пол четвертого пиздец давай же не смотрел что ты говорил давайте еще раз на железке они не врубаются вообще никогда на ночной отстой не но если ты в холодном как называется в холодном следовании следуешь под локомотивом и если у тебя какая то неисправность тогда да а холодный следование это типа когда один локомотив когда локомотив оно у тебя ночных чтобы их на Ну, точнее, на электровозах, правильно? Так, все, как ты сейчас говорил, у меня игра осуществилась. Я говорю, это на электропоездах или на электровозах? На электропоездах. Я на электровозах, думаю, тоже есть какая-то схема, когда они холодными следуют, тоже как-то перевозятся. А на электропоездах, если ты идешь под локомотивом, ты ходишь под прицепными вагонами вроде, и выключаешь, короче, компрессора, переводишь, точнее, трехступенчатый кран в холодное положение, то есть он питается от локомотива, и, соответственно, из-за того, что он питается от локомотива, от напорной магистрали, так как, ну, тормозная питается от напорной, так как там нету прямого моуса, они, короче, очень долго откачиваются, или, наоборот, от тормозной напорной, короче, я немного запутался сейчас. Я просто немножко не понимаю. Хорошо, они качаются в среднем. Что именно? А если это электропоезд, то какой локомотив? Я знаю, там не локомотив, а мотор-вагонный подвижной состав, то есть просто голова, правильно? Точнее, второй вагон тянет. Ну вот смотри, у тебя, допустим, вот эта электричка стоит, да? У неё, видишь, провода здесь нету, питаться ей надо откуда-то. У нас вот есть такая теплоэлектричка, так называемая. К ней подцепляя, она едет, допустим, там доенной станции сама под понтографами, потом приезжает на обесточенный участок на тепловозной, к ней подъезжает тепловоз, прицепляется к ней и питает её самостоятельно, воздухом и, ну, в принципе, всё. А дальше она живёт своей жизнью. А, ну ты имел в виду в этом плане локомотив, то есть это уже специально приезжает локомотив дополнительный и тащит электропоезд, правильно? Да, 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 да. И это как называется? Куча перегонок назову. Холодный ход? Это называется холодным следованием, если тебя тащит локомотив. А. Горящее следование, когда-то есть самостоятельно, есть холодное, но это в простонародье называется. Ага. Вот этого я даже не знал. Я не так давно наткнулся на ютубе на видео, ну, как несколько месяцев назад, как замыкают провода, ну, вот эти высоковольтные сверху, как они вообще горят, плавятся вообще, ну, они тупо исчезают, испаряются, как пантографы слетают, цепляясь за провода и так далее. Меня удивило, говорю, как провода просто раскаляются до красна и тупо, ну, считай, в никуда расплавляются. Я тебе, кстати, могу хороший пример, что ты мне сейчас напомнил, показать в том смысле, что вот на локомотивных бригад в таких случаях, ну, все шишки-палки падают с контактными проводами, пустим, если что-то случается и прочее. У нас был случай в депо по осени, бригада ехала, короче, поездом с пассажирами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!